Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с парнем 5 лет, отношения на расстоянии, рукаемся часто, извиняюсь, я уже закрываю на это глаза, хоть и любви нет уже. Но не хочу разрывать с ним общение, не могу разобраться в себе, а нужен ли он мне. Полгода назад я познакомился с другим, мне нравится как он ухаживается, мне нравится с ним проводить время, целоваться с ним. Внешне соответствует моему стажу, но я разорвался с ним отношения, меня дерзает это, хочу написать второму парню, но не решаюсь, я запыту. Ну, на самом деле, здесь всё выглядит так, что за счётную жизнь вы пытаетесь решать какую-то свою проблему. Вот, вот, в принципе, такой момент. Почему я в данном случае здесь об этом говорю, да? Ну, во-первых, вы пишите, значит, встречаетесь с парнем отношения 5 лет на расстоянии. То есть, если вы на расстоянии 5 лет, то вы не встречаетесь. То есть, это не отношения. 5 лет на расстоянии, это не отношения. Ну, вот. Если вы встречаетесь периодически, хотя бы, вот, то вам нужны, на мой взгляд, конкретные сроки. Конкретные сроки, когда вы не будете на расстоянии, потому что только так, только так, можно, ну, условно говоря, из отношений сделать что-то хорошее. Есть ли конкретных сроков того, когда вы не будете на расстоянии, нет? Что-то, в этом смысле, значит, ну, к сожалению, у вас, опять же, нет как таковых отношений. К сожалению, потому что нет конкретных сроков, нет конкретных дат. Девятого ваше отношения, ну, ну, это чисто, ну, такой, знаете, чисто практический характер. Вот. Чисто формальный, чисто формальный, точнее, характер. Вот. Дальше. Вы пишите, ругаемся часто. Ну, тут очень важно, опять же, увидеть, из-за чего вы ругаетесь. Да? То есть, ээээ, ну вот, что сводит причиной для ссор? Какой вам вклад ссор у вас, с ваших, с вашей страны? То есть, ну, то есть, вот, что выделить непосредственно, непосредственно для того, чтобы ссорить? Что делает ваш молодой человек, хотя это, вероятно, ну, это, вероятно, не так важно. Вот. Потому что, эээ, молодого человека, эээ, исправить, ээээ, в принципе, нереально. Вот. То есть, ну, как-то вот его, там, грубо говоря, да, как-то переделать его, поменять его, да, это вот, ну, нереально. Поэтому, вот тут, по большому счету, разница особой, какой вклад вносит, ээээ, значит, ваш партнер в ссору. Ну, особо не имеет, а вот ваш вклад имеет, поскольку они к нам обратились вы, и разобраться с собой хотите тоже вы. Ну, я могу сказать, эээээ, что я могу сказать. Наверное, я могу сказать, что вам здесь надо было изучить психологическую игру в канал. Она позволит вам понять и увидеть основные идеи закономерности возникновения конфликтов, конфликтных ситуаций. И увидеть, что ссора это в принципе замена максимально безопасной замены близости. Нравится, ну в данном случае нравится вам это или нет. То есть когда люди ссорятся, они таким образом заменяют близость. Таким образом они её заменяют. Вот. Следствие опять эта история про что? То есть история про страх. Независимо от страха... эээээээээээордер berklee TaskUra В. вклад в, может, ссору, да, связан с этим, это то, какой вы, какой вы вносите вклад в конфликт, это только понятное дело, что мои предположения, потому что, ну, помимо моих предположений, да, еще есть факты, с которыми тоже нужное дело, но для этого нужно с вами пообщаться, как вы понимаете, дальше, изменяйте мне, я уже закрываю на это глаза, хоть любви, любви нет уже, вам, молодые человека изменяют, откуда вы знаете, что он вам изменяет, как вы на это реагируете, что он вам изменяет, вот, ну, чем вы на это реагируете, ну, и, соответственно, вы пишете о том, что закрываете на это глаза, и вот мой вопрос заключается в том, да, мой вопрос заключается в том, что вам не движет закрывать на это глаза, вот, то есть, то есть, вот именно, вы закрываете глаза, ради чего, вот, это вот, на мой взгляд, очень важный вопрос, на который вам нужно себе ответить, вот, потому что, ну, окей, окей, вы, ну, вы можете это сделать, ну, это вопрос, ну, вопрос цены, если бы закрывать глаза, да, то вот, какой цена, вы пишете, что любви уже нет, вот, но не хочу разрывать отношения, вот, а какую-то задачу вы преследуете, находясь в отношениях, если любви нет, и отношения разрывать вы не хотите, вот, то есть, какая цель тогда у вас, цель именно, вот, нахождение, ну, нахождение в отношениях, какая цель тогда, для чего? его, он вас не любит, он вам изменяет, да, вот, вот, вы, вы его, судя по всему, ну, тоже как-то так вот не особо, да, ну, не особо сказать, что принимаете его, вот. Так ради чего же вы в отношениях находитесь с ним? Вот. Ну, есть такое ощущение, что вы боитесь чего-то, есть такое ощущение, что вы опасаетесь чего-то, возможно, вы боитесь остаться заодно, вот. Если это правда, если вы правда боитесь заодно, то эта история будет не принять от себя. ну, то есть, знаете, такая вот, получается, невозможность остаться наедине с собой, как бы, вот. то есть, вы не можете остаться наедине с собой, ну, вам сложно, больно, тяжело, вот, оставаться наедине, наедине с собой, как бы, как будто бы, по крайней мере. И вот, молодой человек, как бы, он, вот, должен помочь что один молодой человек и что второй молодой человек. они должны как-то помочь вам не сталкиваться, ну, не сталкиваться с самым собой, получается. вот, как будто бы, ну, как будто бы такая история, в данном случае, получать. вот, но, это, опять же, мои предположения, в данном случае, нужно смотреть. вот, как обстоят дела. Дальше, не хочу разрываться на моем общении, а в последнее, не могу разобраться от себя, нужен ли он, ну, а что вам, что вам нужно вообще, вот, глобально, если вот, например, мы наберем в расчет именно молодого человека, что вам нужно глобально? вот, можете ли вы, вот, на этот вопрос ответить себе? можете ли вы ответить на этот вопрос, что вам нужно глобально? вот, ну, глобально, от чего вы хотите? вот, ну, было бы неплохо, если бы вы ответили себе на этот вопрос. вот, потому что, вот, вы говорите, что разобраться в себе не можете. вот, а что вы делали для того, чтобы в себе разобраться? вот, и делали ли вы что-то, чтобы в себе разобраться? как вы в себе разбирались, ну, если разбирались, если разбирались, как вы это делали? вот, вот, то есть это вот, как раз, вот, такие, на мой взгляд, достаточно важные вещи, на которые желательно обратить ваше, ну, ваше внимание. полгода назад я познакомился с другим, мне нравится, как он ухаживает за мной, нравится с ним проводить время, целоваться с ним нечего, соответствует моему циклаже, но я разорвал его с ним отношения, нечего сказать, я хочу написать второму парню, но не решаюсь, я запуталась. вот, второй парень, судя по тому, что вы описываете, показывает вам, как вы хотите, чтобы к вам относились. то есть более полно обращает, более полно обращает вам образ себя же, вот, то есть с ним вы лучше сталкиваетесь с собой, какая я, какой я хочу себя видеть. вот, такая история в данном случае. вот, вы сталкиваетесь с этим, здесь, а вот, ну так, опять же, про молодого человека здесь идет речь. кажется, что это идет речь, что больше про вас, а не про молодого человека. и вот он, в принципе, ответ на вопрос. как, так получается, да, что вы в себе запутались, а получается так, именно благодаря тому, что вы ищете себя. вот, не с молодым человеком отношения настраиваете, а себя ищете. ну, по сути, по сути. вот. и, конечно, в этом смысле находитесь, ну, в постоянной тревожности, например. не знаете, с кем хотите быть, например. ну, а как? как узнать, с кем вы хотите быть, если, вот, себя не очень, ну, себя не очень понимаешь, да? вот. ну, любому человеку было бы сложно, на мой взгляд. поэтому, вас легко можно понять. и помочь можно тоже. но для этого я рекомендую вам, конечно, обратиться к психологу, да, как-то вот более, более, конкретно, более детально обратиться, и начать индивидуальную работу, скажем так. ну, тогда и результат будет такой более, более, четкий, более, более проявленный. вот. и вы сможете решить, вот, значит, свои проблемы, вот, которые у вас есть. и себе разобраться, кстати, тоже, ну, смотрите, вот, понимаете ли, вот, как-то так. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам это сформулировать базовые постелаты для психотерапии и начать работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok